На гриле можно приготовить множество удивительных блюд. Можно пожарить мясо и сделать соус, овощи, что угодно и даже выпечку. Сегодня здесь, в Паркатыре Золотая долина, идет небольшой дождик и я приготовлю бургер с говядиной и чатни из красной смородины. Сначала я возьму свеклу. Мне нужно ее запечь. Я хочу сделать свекольное пюре, для того, чтобы потом добавить его в тесто, размешать с дрожжами и получатся свекольные булки красного-красного яркого такого цвета. Итак, я взял свеклу, чтобы она быстрее приготовилась. Разрежу ее на четыре части. Если у вас есть на даче или, возможно, вы с собой на природу взяли соковыжималку, почему нет, можете выжать сок из свеклы, так тоже получится очень здорово. И теперь каждую еще поделю пополам. Так свекла приготовится намного быстрее. Я специально ее не очищаю, потому что после приготовления кожица от свеклы будет отходить еще лучше. Возьму небольшую миску, в которой немного ее замариную. Совершенно ничего сложного. Немного растительного масла и небольшое количество соли. И все тщательно, очень тщательно перемешаю. Гриль я заранее разогрел. У меня температура там очень высокая, порядка 400 градусов, поэтому свекла приготовится очень-очень быстро. И вместе со свеклой я поставлю на гриль немного лука. Очень люблю добавлять томленый лук во множество блюд, замариную его прямо вместе со свеклой. Этот лук у меня будет потом идти к самому бургеру. Лук у меня в шелухе, я его не очищаю, потому что после приготовления его очистить будет намного легче. Немного все поправлю, чтобы еще лучше все приготовилось. Сразу, заранее поставлю на гриль два сотейника. В одном из них я приготовлю грибы для бургера. Очень люблю бургер с грибами. И в другом сделаю тщатни. Это будет основной соус к бургеру, который я приготовлю. И он будет отлично сочетаться со свекольными булками. И сотейники также ставлю прямо на решетку гриля. Супер! Теперь подготовлю дрожжи для теста. Мне нужно немного молока. И прямо сюда немного сухих активных дрожжей. Активные быстродействующие дрожжи незаменимы на природе. Особенно, если вы не любите возиться с тестом и хотите получить свежую и вкусную выпечку очень быстро. Все размешал. И теперь возьму немного фольги. И просто поставлю миску с дрожжами и молоком на верх моего гриля. Здесь довольно тепло. Мне необходимо, чтобы молоко прогрелось и дрожжи немного растворились. Теперь подготовлю грибы. Как я уже говорил, сегодня у меня будет бургер с грибами. Я взял маленькие шампиньоны. Найти их очень просто. Можете взять любые другие ваши любимые грибы. Нарезаю их на... Я думаю... А, забыл совсем протереть нож от свеклы. Но ничего страшного. Мне кажется, так будет только вкуснее. Вкусы будут лучше взаимодействовать друг с другом. Я думаю, порежу на 4 части несколько грибов. И этого будет вполне достаточно. Я сегодня сделаю один очень большой, очень вкусный и сочный бургер. Все. Нарезал грибы. И сложу их в небольшую миску. Можно тоже добавить небольшое количество соли. И растительное масло. Все, хорошенько перемешаю. Я сегодня сделал фарш заранее. Это очень классный фарш. Я взял очень свежую, очень вкусную говяжьего лопатку. В этом мясе достаточное количество жира, чтобы котлета получилась не сухой, а наоборот, очень сочной. Сделаю классический фарш. Добавлю немного рубленого лука и зелень. Так, теперь возьму немного лука. Лук обязательно очищу и просто очень-очень мелко нарежу в фарш. И все это добавляю прямо в фарш. Сразу нарежу немного зелени. Возьму несколько веточек петрушки. И так же все мелко нарезаю для фарша. Прямо в фарш. И возьму буквально половину зубчика чеснока. И так же мелко-мелко нарезаю в фарш. Вы можете сделать свой любимый фарш, если у вас есть такой рецепт. Добавить любые специи или зелень, овощи. В общем, что угодно. Нужен просто очень вкусный, хороший, сочный фарш. И сюда же добавлю немного растительного масла, чтобы фарш получился более сочным и вкусным. Я не буду добавлять фарш в яйцо. Ну, в общем, просто потому, что обычно я так не делаю. Люблю чистый вкус мяса, только фарш и лук с зеленью. Все. И небольшое количество соли. Как видите, фарш получается очень густой. И я думаю, что он прекрасно у меня склеится. Я в этом абсолютно уверен. И все тщательно отбиваю. Когда вы отбиваете фарш, из него уходят лишние пузырьки воздуха. И таким образом он склеивается намного лучше. Я заранее сделаю довольно большую котлету. Немного фарша, я думаю, можно оставить, чтобы она не получилась слишком огромной. Оставлю немного фарша. Сделаю еще одну котлету себе попозже. Все, котлета готова. Совсем слегка присыплю мукой. И уже, когда будет готово тесто, смогу зажарить ее на гриле. Самое главное, когда вы будете жарить котлету, не делайте ее полной прожарки. Оставьте хотя бы немного розоватой. Иначе просто теряется смысл фарша. Он становится очень плотным и просто сухим. Но в этом случае, конечно, вы должны быть уверены в своем фарше. В своем я абсолютно уверен, я бы сделал его самостоятельно. Поэтому я точно знаю, что он очень вкусный и очень свежий. Немного растительного масла на пергамент. Просто выложим мясо на пергамент, чтобы оно не пересохло, никуда не прилипло и дождалось своего часа. Очень красивая котлета, мне кажется, у меня получилась. И пока она может некоторое время подождать. Грибы я нарезал. Котлета у меня уже готова. Дрожжи уже, я думаю, тоже готовы. Они уже подошли. Немного разбухли. Да, так и есть. Отлично. Молоко довольно теплое. Оставлю на несколько секунд в сторону и проверю, как там приготовилась ли свекла. Нет, свекла пока еще не готова. Но зато я могу сделать, пожарить, например, грибы. Сотейники хорошенько раскалились. Теперь в один из них я добавлю немного воды. И приготовлю в нем соус чатни. Сотейник очень сильно раскален. И прямо в него я добавляю ягоды смородины. Вы можете сделать тщательно, на самом деле, всего чего угодно. Сюда же добавляю немного тростникового сахара. Вы можете использовать просто обычный. Немного корицы. И гвоздику. И теперь все тщательно перемешаю. Думаю, добавлю еще небольшое количество сахара, чтобы соус приготовился чуть быстрее. Ну и теперь грибы. В дальний сотейник, в маленький, добавлю немного растительного масла. И сразу небольшое количество грибов. Сотейник очень сильно раскален, поэтому грибы будут готовиться очень быстро. И к ним я нарежу буквально один зубчик чеснока. Резать можно довольно крупно, но здесь, если хотите, порежьте поменьше. Я просто люблю грибы с крупно нарезанным чесноком. Сотейник сразу сниму с плиты, потому что масло очень горячее. И я думаю, что грибы будут обжариваться даже без огня. Так оно и есть. Обратите внимание. Грибы отлично обжарятся. Могу просто отставить их в сторону. Сейчас еще раз проверю свеклу. Мне кажется, что она уже приготовилась. Буквально еще несколько минут. Я просто, чтобы это все произошло немного быстрее, возьму небольшой кусочек фольги. И выложу свеклу прямо на нее. Хочу сделать некий крем из нее, чтобы потом добавить в тесто. Она должна быть мягкой. Все, закрываю все хорошенько фольгой. И буквально каких-то пару минут и свекла будет готова. Пока достану лук. Его тоже можно разделать, чтобы потом уже добавлять в готовый бургер. Лук получился очень ароматным, очень мягким. И, как видите, шелуха отходит от него без труда. Ну что ж, я отрезал половинку лука. Он безумно ароматный, сладкий у него такой запах. Разрезал на две части. И я думаю, что мне понадобится только одна из них. И аккуратно все разбираю на сегменты. Лук еще немножко горячий. Но если хотите, можете просто дать ему время остыть. И тогда разбирать его будет намного-намного проще. Я думаю, три сегмента мне будет вполне достаточно. А остальное оставлю до следующего раза. В Ленобласти очень резко меняется погода. Снова пошел дождь, но ничего страшного. У меня гриль с крышкой, мне это нисколько не мешает. Ну что ж, я думаю, что и свекла, и чай от них уже готовы. Поэтому снимаю их с гриля. Соус уже точно готов. Супер, смотрите, какой получился. Очень нежный соус. Он пока еще немного жидкий, но когда остынет, станет несколько гуще. Очень яркого, приятного цвета. И, конечно, с безумным ароматом красной смородины и специй. Пока уберу его в сторону. Ну и, конечно, свекла. Аккуратно достаю фольгу. Свекла немного размягчилась. Это как раз то, что мне и было нужно. Сначала удалю кожицу. Обратите внимание, что удаляется она очень быстро и очень легко. Свекла очень горячая, будьте осторожны. Я не боюсь запачкать рук на природе, поэтому работаю без перчаток. И просто аккуратно, очень мелко. Свекла очень мягкая. Просто мелко нарезаю ее кубиком, чтобы потом добавить в тесто. И добавляю все в молоко с дрожжами. Все, убираю остатки свеклы. Мне они пока больше не нужны. И начинаю замешивать тесто для бургеров. Все тщательно перемешаю. Все, молоко стало темно, такого розового цвета. Это как раз то, что мне и было нужно. Все, аккуратно замешиваю тесто. Еще немного муки. Сюда же сейчас добавлю растительное масло. И небольшое количество соли. И добавляю еще немного муки и уже замешиваю готовое почти тесто. Такое оно получается, очень ярко-розового света. С кусочками очень мягкой свеклы. Аккуратно вымешиваю тесто. Все, выкладываю тесто в миску. И просто накрою его салфеткой, чтобы оно не заветрилось. Буквально пару минут и оно будет готово. А вот за это люблю быстродействующие дрожжи. Они очень быстро поднимают тесто. Ну а пока у меня есть пара минут, чтобы немного прибраться. Прошло буквально несколько минут. Тесто у меня уже поднялось. Поднялось причем очень хорошо. Обратите внимание, раньше тесто было примерно размером с котлетом. Но сейчас очень-очень сильно увеличилось в размере. Еще раз немного присыплем мукой поверхность. И аккуратно его достану. Тесто очень нежное. Поэтому с ним надо быть особо осторожным. Классно, очень мягкое, очень воздушное. Я немного его попробую обмять. Совсем-совсем чуть-чуть. Здорово. Очень классная получилась булочка для бургера. Ну, вернее, пока это не булочка, всего лишь тесто. Но я уверен, что и булка будет очень-очень красивой. А теперь возьму небольшой лист пергамента. Даже буквально четверть листа. Слегка смажу его растительным маслом. И положу тесто прямо на лист пергамента. Вот такая получилась красивая у меня уже почти готовая булочка. Все. Итак, котлету сейчас тоже смажу немного маслом. С двух сторон. Сразу. Приоткрою гриль. У меня довольно высокая температура, почти 300 градусов. Как раз я его приоткрою, она немного упадет. И все, можно выкладывать тесто вместе с котлетой. Сначала выложу котлету. Класс, настоящая котлета для очень классного бургера. Такая котлета должна быть приготовлена только на открытом огне. Все, тесто у меня тоже готово. И его тоже выкладываю прямо на решетку для гриля. Супер. Очень яркая, сочная котлета. Очень необычная булка. Я выложил ее специально на пергамент, на всякий случай, чтобы она не прилипла. Все, закрываю гриль крышкой. Ну, а теперь подготовлю себе все остальные компоненты. В этот бургер я себе еще положу лук, который я запек. Очень вкусный, ароматный, очень нежный лук. Конечно же, грибы. На самом деле, грибы переложу прямо к луку. Вот, очень красивые получились обжаренные грибочки. Их замешаю с луком. Так будет, поверьте, намного вкуснее. Ну и, конечно, чатни. Мой любимый соус чатни. Он стал очень густым, и я думаю, с котлетой будет безумно вкусно. Посмотрите, как красиво. Красивый, глянцевый, очень яркий и, поверьте, безумно ароматный соус. Он остыл, загустел и, по сути, превратился в очень ароматный пряный джем. Здорово. Ну что ж, буквально каких-то, я думаю, 10 минут аромата и сумасшедший. Очень сильно пахнет жареным на гриле мясом. И я уверен, скоро еще запахнет свежеиспеченной булкой. Ну что ж, прошло буквально несколько минут. Я еще не заглядывал в гриль, но думаю, что у меня все уже готово. Аккуратно его приоткрываю. И вуаля. Вы только взгляните, какая очень-очень классная, очень красивая булка получилась. С хрустящей корочкой. Я только проверю ее готовность внутри. Просто посмотрите, шикарная булка. Итак, да, булка готова. И теперь просто переверну котлету, чтобы она слегка прожарилась с другой стороны. Хотя котлета тоже уже почти готова. Класс, настоящая котлета для бургера. Может быть, только на гриле. Супер. И потихоньку все начинаю собирать. Для этого мне потребуется красивая белая тарелка. Куда же без нее. Ну и, конечно, булочка для бургера пахнет фантастически. Корочка очень хрустящая, поэтому я аккуратно разрезаю. Если у вас есть какой-нибудь хлебный нож, можете воспользоваться им. Очень горячая булка, но аромат просто восхитительный. С кусочками свекла. Это фантастически. Я очень рад, что получилось именно так. Обязательно попробуйте сделать то же самое. Аккуратно открываю. Готовое тесто. Получилось очень здорово. Она очень похожа на такую сдобную булку. Я уверен, что свеклу будет давать еще легкую сладость. Итак, теперь сюда, прямо на булку, я сначала выложу пол-ложки чатни. Пахнет свежей выпечкой. Нет ничего ароматнее, нет ничего вкуснее, чем свежая выпечка прямо с гриля. Теперь сюда кладу лук запеченный. Можно разделить его также на сегменты. Аккуратно. Я очень люблю лук, поэтому кладу побольше. Ну и, конечно, грибочки. Жареные грибы. Очень люблю бургеры именно с грибами. Замечательно. Ну и, конечно, готовая котлета. Я уверен, что она уже готова. Открываю гриль и снимаю с гриля котлету для бургера. Супер. И просто кладу прямо сверху. Отлично. Выглядит все безумно аппетитно. Сверху еще немного тщательнее. И можно закрывать бургер. Просто прижму все это посильнее. Класс. Мне кажется, получился невероятно красивый. Я уверен, безумно вкусный бургер. Вы можете менять ингредиенты. Можете сделать булку со шпинатом. Она будет зеленой. Или с тыквой. Она будет оранжевой. Вы экспериментируете с мясом, со всем чем угодно. Я сегодня приготовил сумасшедший рецепт. Я сделал целиком с нуля бургер на гриле. Я приготовил там булку. Я пожарил котлету. Сделал лук, чатни и, конечно же, грибочки. Нет ничего вкуснее, поверьте, чем настоящий тру-бургер, приготовленный на гриле. Обязательно попробуйте. Я уверен, у вас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok